Всем привет и добро пожаловать на канал. Сегодня в этом видео я буду заготавливать еду где-то на неделю. Вот так вот здесь будут присутствовать в основном мясные блюда. И я сейчас приступаю к разделке куриных голеней, вот этих ножек. Я беру просто эту шкурку, снимаю, потому что шкурки, как, наверное, все знают, находятся очень много всяких вот таких вот плохих веществ, которые не очень полезны для здоровья, скорее всего, да. Ну, по крайней мере, я так слышала, что шкурку нужно убирать. Поэтому, и, кстати, в рецепте тоже нужно убирать шкурку. Сейчас я мариную именно вот куриные голени, использую для маринада такую приправу от Маги, которую я вам показала. Просто снимаю кожуру, получается, кожицу вот эту и засыпаю этой приправой от Маги для запекания куриных ножек. Все перемешиваю тщательно и оставляю где-то на сутки мариноваться. После чего я это просто распределю по пакетикам и отправлю в морозилку для того, чтобы, когда нужно, просто достать, добавить картошечку, какие-то овощи, допустим, или тот же самый рис и запечь в духовке. И, как бы, блюдо готово. Здесь я с мужем мы ездили на рынок и купили большого вот такого сазана икреного. Здесь мы его разморозили, потому что сейчас в основном всю рыбу продают замороженную. Немного он у нас полежал, мы его промыли. Кстати, там на рынке чистят рыбу, поэтому дома нам от шкурки вот этой чешуи нам не пришлось чистить. Выпотрошила, в общем, я ее. Икры там было не так уж, в принципе, и много, но нам, в принципе, хватило, чтобы ее поесть, полакомиться. Мы очень любим жареную сазанью икру. Она очень вкусная, особенно если она свежая. Вот. Выпотрошили, в общем, всю рыбу. И для чего я взяла вообще этого сазана? Я хотела сделать и планирую делать фарш рыбный. И из этого уже фарша рыбного сделать или котлеты рыбные, или же рыбные палочки. Вот пока думаю, не решила, что вкуснее, что лучше сделать. Напишите, что вы готовите из рыбы, какие блюда у вас есть любимые рыбные блюда, и какую рыбу вы чаще всего используете для своих рецептов. Играет музыка. Из такого большого сазана получилось вот столько мяса. Голову я отправила вариться, коту отдам. А это хочу вот перекрутить, сделать фаршик на котлетке. Еще взяли вот такой вот, как это называется? Полтышный? Кусок, да. Кусок стейки, в общем, сейчас будем резать, и я буду их мариновать. Такая свинина. Только не пахнет ничем на котлетке. Хряк, не хряк, интересно. Давай подождем, посмотрим. Сколько здесь получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько получится? Шесть. Это семь штук, да? На четыре тысячи вышло вот это вот, семь штук. А у нас килограмм маринованных уже готовых в фабрике качества продают. Две двести. Готовы маринованные стейки две двести продают. А мы вот это на четыре тысячи, да, купили? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, шесть, шесть килограмм. Семь. Ну, это выгоднее же намного. Получается, мы стейк четыре бесплатно получили, как бы, да? Где-то так. Стейки я тоже замариновала. Специальные приправы, также от Маги, для ребрышек, правда. Она такая, специфический запах. Хуйня такой сладенький. Как будто с корицей, что ли, или с чем-то таким. В общем, очень такая специфическая приправа для стейков, мне кажется. Ну, нормально будет. Я уже мариновала, запекала, и нам нравится. Такой, как будто сладенький такой какой-то соус, что ли. Вот, получается. А вот это вот, когда они запекаются, остается такая водичка жирная. И, допустим, картошечку, если отварить пюре, можно этой водичкой полить, и будет очень вкусно. Так что я мариную, все тщательно промазываю. Тоже оставляю где-то на часок мариноваться. А после уже буду складывать все по пакетикам. Тут вот я вам показываю, что курица у меня простояла уже сутки. И я сейчас ее тоже буду расфасовывать. В общем, у меня получилось куриных вот этих голеней по 6 штук, 2 пакета. Плюс стейки у меня получились по 2 штуки в пакете. Получается 4 порции. Можно 4 раза сварить по 2 стейка. Приготовить. Я думаю, это очень выгодно, очень оправдывает то, что вы заранее подготовите все это. И потом в течение недели, допустим, можно доставать с морозильника и готовить любое блюдо, какое вам захочется. Так, разделила, в общем, я мясо. Тут курица на 2 раза. По 6 голени и тут. 6 голени и тут, получается. И по 2 стейка. Все это, получается, я рассчитываю на неделю. Но, может быть, конечно, еще что-то и останется. То есть, каждый день готовить что-то мясное блюдо. Еще, как я говорила, буду суп тоже, бульончики замораживать, мяско по кусочкам для детей. А это конкретно у нас муж любит мясное все, поэтому вот это для него стейки. Буду какой-нибудь гарнир готовить, там, например, картошку или еще что-то буду придумывать. А в формах, которые я купила, а вот эти вот формы, которые я купила, здесь 2 штуки, 400 тенге, вот они вышли. Здесь я сделаю заготовку, типа мясо по-французски, 2 штуки вот таких вот. И заморожу тоже, потом буду просто доставать в духовку и все будет у меня готово. В морозилке я прибралась, все хорошо. Единственное, что я хочу в морозилку, так, за все у меня мясо, в морозилку, короче, вытащить все и положить морковь в коробку. Я коробку принесла с магазина. Мороженое вытащить. Сейчас этим займусь. Потом уже мясо, в общем, я разделила на пакетики. Здесь у меня курица, здесь фейки на 4 раза. Освободила я место. Вот у меня есть такая вот коробка. Я хочу ее поставить туда, не знаю, вот так. И туда сложить, в общем, эту свою морковь, в которой у меня находится здесь в пакете. Не знаю пока, будет ли она у меня так храниться, пока я не понимала этого. И как, в общем, мне ее расположить вот так. Будет ли это актуально для хранения или нет, посмотрим. В общем, зато так аккуратнее все будет в коробке. Чтобы все это распределить, надо. Знаю так или вот так пластами положить. На всю зиму, наверное, нам хватит этой морковки. Наморозила еще свеклы. Но свеклы я немножко взяла. Не прям так много, как этот раз. Так, еще один пакетик. Как раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот так седьмую засунуть. И закрыть. Ну, вот. Сверху можно что-нибудь поставить. Вот так вот. И уже порядок. Подписала, что это морковка у меня. Вот. Но единственное, что если я еще свеклу захочу таким образом замораживать, то у меня получается вот так коробка встанет и все. Если только ее ложить, вот так вот опрокинуть и положить. Вот так. Да, доставать неудобно будет. Поэтому лучше пускай так. И сейчас я складываю туда еще перец. Вот так. В общем, сейчас все сложу. Как положено. Все, все уместила. Положила тут мясо. Лишню. Все. Еще куча места. Еще можно чего-нибудь наморозить. Так. У меня есть кусок свинины. Еще я говядину кусок покупала. Поэтому я сейчас накручу фарш. Заморожу его пока. И потом уже, наверное, буду делать пелемешки с этого фарша. Вот. На Новый год-то, что Регинка у меня любит пелемешки, а Миланка не любит. Миланка у нас будет предкурочку есть или еще что-то. Сейчас не надо будет шкурку вот эту снять, порезать на кусочки. Перекручу мясо, а потом займусь уже рыбой. И все, наверное, на этом. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень тяжело крутит мясорубка. Мне нужно, походу, там нож, вот эту сеточку саму менять уже. Не знаю, вообще, носорубка у меня Аксион Супер, модель М25. Не знаю, какой на нее, где можно приобрести ножи. Просто вот жует и все. Прямо тяжело очень идет. Перекрутила весь фарш. Я думаю, сейчас, наверное, уже вечер, уже 10 часов. Наверное, сегодня я уже пельмени не буду лепить. Наверное, придется все-таки заморозить этот фарш. А потом уже, наверное, я его разморожу, когда мне будет удобно, и сделаю пельмени. Наверное, так и сделаю. Осталось мне вот рыбу перекрутить. Сейчас я эту сторону беру и перекручу где-то раза три, наверное, рыбу. Я перекрутила рыбу на фарш. Получается, два раза этого прям конкретно хватило. Почти что косточек, даже можно сказать, не про чти что, а вообще косточек не ощущалось. Я руками проверяла все это. Фарш я свиной говяжий, который перекрутила, тоже расфасовала на два пакета. Для того, чтобы потом мне было удобнее делать пельмени, допустим, не размораживать сразу всю кучу вот этого фарша. А, допустим, половинку разморозить, а потом еще, допустим, сделать, а потом еще половинку разморозить и опять сделать все. Вот, в принципе, и все. Мое видео подошло к концу. Напишите вы, какие вы заготовки делаете, что вы предпочитаете готовить себе наперед, допустим, на неделю, там, может, даже больше кто-то готовит, что вы готовите. Я хочу с вами попрощаться до нового видео. Всем спасибо за просмотр. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо за подписку, за лайки, за ваши комментарии. А еще я хотела напомнить. Помните, я говорила о своем желании, что я хочу до Нового года, чтобы на канале было 5000 подписчиков. Но, смотря на статистику, по-моему, мы не догоним до 5000, да, не наберем 5000 до Нового года. Что-то я прям так свою планку завысила, так сказать, да, желаний. Но думаю, что до 2000 мы сможем с вами достичь. И надеюсь, что на Новый год для меня будет таким подарком от вас, что на канале будет ровно 2000 подписчиков. Так что обязательно не забывайте, после того, как вы посмотрите видео, или даже можете просто поставить на паузу мое видео, да, нажать подписаться, нажать колокольчик для того, чтобы получать уведомления на канале, поставить пальчик вверх, а потом просто нажать на кнопочку play и продолжить просмотр видео. Еще раз всем спасибо. До новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok